Добрый день, Анна. Возвращает ли нерабочий период, объявленный до 30 апреля, что выплаты по кредитам автоматически переносятся на конец этого срока? На самом деле объявленный нерабочий период президентом Российской Федерации не является основанием не вносить очередные кредитные платежи. В этой связи те обязательства, которые у нас приняты и в отношении которых какие-либо отсрочки мы еще не заявили, остаются неизменными. А вот еще вопрос. Из-за нынешних событий гражданин потерял работу или сократили его зарплату. И вот в связи с этим скажите, можно ли воспользоваться кредитными каникулами по новому закону? Да, на сегодняшний день документатель предусмотрел льготный период. Этот льготный период, сразу давайте определим, составляет не более 6 месяцев. Имеют право получить такие льготные кредитные каникулы граждане, доход которых за предыдущий месяц снизился на 30% по сравнению с средним доходом в 2019 году. Вот эти две цифры мы сравниваем. При всем при этом мы можем абсолютно однозначно быть уверенными, что льготный период может быть применен только к тем кредитам, максимальная сумма которых не превышает. Вот здесь двоеточие, нужно некоторые цифры, наверное, запомнить. Для потребительских кредитов 250 тысяч рублей, это физические лица. Для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей 300 тысяч рублей. Для кредитных карт 100 тысяч рублей лимит не может превышать. Для автокредитов с залогом автотранспортного средства 600 тысяч рублей. И для ипотечного кредитования 1 миллион 500 тысяч рублей. Вот если сумма кредита превышает эти цифры, то в предоставлении льготного периода будет отказано только вот со ссылкой на формальные основания, предусмотренные законодателем. При этом воспользоваться отсрочкой можно, начиная с момента вступления в законную силу этого. Закона, то есть 3 апреля 2020 года, по 30 сентября 2020 года. И еще одна особенность. То есть мы с вами определили, что можем просить мы льготный период максимум 6 месяцев. По истечении 6-месячного срока мы возвращаемся к обычному предусмотренному кредитным договорам графику платежи. А как вообще доказать, что право на каникулы имеется и какие подтверждающие документы понадобятся в этом случае? Ну скажем так, наверное, за несколько дней действия этого закона выработано общее правило. Мы доказываем факт снижения заработной платы теми же документами, которые были предоставлены при получении потребительского кредита. Но если какие-то обстоятельства изменились или место работы было изменено в период с 2019 по 2020 год, то можно получить, ну самая простая, это справка от работодателя о размере заработной платы. Далее это может быть справка, например, о регистрации на бирже труда, если сегодня человек уже перестал быть трудоустроенным, либо официально оформленный больничный лист. Этот перечень не является исчерпывающим и каждая сфера деятельности предусматривает самостоятельные способы доказывания размера дохода. И доказать этот доход нужно, я прошу прощения, за один месяц предшествующей дате обращения. А что вообще из себя представляет сама процедура предоставления каникулы и могут ли отказать в праве на те самые кредитные каникулы? Да, вот на самом деле предусмотрена упрощенная процедура обращения за получением кредитных каникул. Для этого достаточно направить в банк только заявление и каких-либо документов предоставлять не нужно. Далее банк в течение пяти дней ваше заявление рассматривает, рассматривает по формальным признакам и принимает решение о предоставлении таких льготных каникул, либо об отказе в предоставлении таких каникул. Сообщает вам о принятом решении и у вас по закону будет 90 дней для того, чтобы обосновать изменение вашего дохода по отношению к прежнему году. В случае, если вы будете по объективным обстоятельствам понимать, что 90 дней вам недостаточно, вы можете письменно обратиться в банк и попросить предоставить дополнительно еще 30 дней. На основании такого заявления банк вам увеличит срок предоставления документов до 120 рабочих дней. Не рабочих, извините, текущих. Игорь, а скажите, пожалуйста, кредитор может сам проверить, насколько упал доход заемщика? Если банк ведет зарплатный проект, то, конечно, банк может обратиться к тем данным, которые у него есть. И в случае, если зарплатный проект действительно в отношении конкретного заемщика позволяет банку определить, изменился либо не изменился доход заемщика, то банк может и, соответственно, обоснованное решение об отказе принять, если будет располагать сведения о том, что доход не снизился на 30% и более, как это предусматривает законодатель. Вообще, тогда на какой срок и сколько раз можно получить кредитные каникулы? Законодатель предусматривает, что каникулы предоставляются один раз, максимальный срок отсрочки 6 месяцев. Уменьшить его заемщик может самостоятельно, обратившись с заявлением и указав тот срок, который для него приемлем. От какого дня вообще ведется отчет того самого льготного периода? Тоже есть некоторые правила, их нужно знать. Датой начала льготного периода, например, по кредитным картам является дата обращения в банк с заявлением. Для потребительских кредитов, в том числе и автокредиты к ним будут относиться, вы можете определить в заявлении дату на 14 дней раньше даты обращения с заявлением. То есть, если вы обращаетесь, условно говоря, 15 апреля, то дата распространения льготного периода может быть определена со 2 апреля, то есть минус 14 дней. Аналогичное правило действует в отношении ипотечного кредитования, но здесь срок установлен 30 дней до даты обращения. Соответственно, на месяц раньше мы можем попросить определить льготный период. Игорь, объясните, пожалуйста, проценты начисляются по кредиту или займу в льготный период? Да, действительно, очень актуальный вопрос, справедливо его многие сегодня задают. Никаких подарков мы от государства сегодня не получаем. При этом в новом законе законодатель предусматривает льготную процентную ставку, которая будет применена к льготному периоду. Она составляет 2 трети от среднего установленного размера потребительского кредита Центральным банком Российской Федерации. На сегодняшний день, к примеру, средний процент установлен 16%. Таким образом, 2 трети от этой ставки составит, но ориентировочно, около 11%. Тогда после того, как льготный период завершился, как тогда, впоследствии, нужно будет платить по кредитам и займам? Здесь тоже существует два правила. Применяются они, в первую очередь, к кредитным картам, а во вторую очередь, применяются к потребительским и ипотечным кредитам. Так вот, если мы говорим о льготном периоде в отношении кредитной карты, то выплаты будут осуществляться в течение 24 месяцев равными платежами с момента прекращения льготного периода, по истечении 30 дней. А потребительский и ипотечный кредит, за потребительский и ипотечный кредит, на численные проценты будут выплачиваться по истечении срока, установленного договором, как потребительским, так и ипотечным. Также равными платежами, но сумма не будет превышать сумму платежа в период действия потребительского либо ипотечного договора. Игорь, а уже утверждена какая-то официальная форма требования о предоставлении льготного периода? Да, на сегодняшний день, 5 апреля, Центральный банк Российской Федерации в письме направил примерную форму требования о предоставлении льготного периода во все кредитные организации. И этой формой, безусловно, будут пользоваться наши заемщики. Она имеется в свободном доступе в сети интернет, размещена также на сайте Центрального банка. Ну и в этой связи мы тоже рекомендуем, безусловно, не самостоятельно составлять такие заявления, либо требования о применении льготного периода, а обратиться к той форме, которая есть, но дабы не получить отказ по формальным основаниям. Хорошо, Игорь, с кредитами для физлиц главные нюансы мы уже выяснили. Теперь предлагаю поговорить о кредитах для предпринимателей. Какие компании малого и среднего бизнеса имеют право на льготный период? По вновь принятому закону право требовать предоставления льготного периода имеют представители наиболее пострадавших отраслей экономики и индивидуальные предприниматели. А вот на сегодняшний день какие отрасли пострадали больше всего от коронавируса? Мы не можем дискутировать по этому поводу. В этой связи с постановлением правительства утвержден перечень таких отраслей. Ну и сразу давайте, наверное, самые яркие примеры. Это, например, гостиничный бизнес, который сегодня вообще в принципе парализован в условиях самоизоляции. Это туристические агентства утратили вообще в принципе работу. Это бытовые услуги, такие как химчистка, парикмахерская, салоны красоты и так далее, которые не имеют возможности общаться с потребителем за редким исключением, когда, например, химчистка может организовать дистанционный способ как доставки вещей, так и их получения и возврат. Далее это, безусловно, авиаперевозки, культура, организация досуга. Тоже сегодня мы знаем, что все массовые мероприятия отменены, либо концерты какие-либо перенесены. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт пострадали в первую очередь, о чем правительство нам упоминает. Организация каких-либо конференций, выставок, в общем, все, что связано со скоплением людей, деятельность тех организаций, в первую очередь предусмотрено этим. Перечнем. Поэтому они, конечно, в первую очередь имеют право пользоваться такими кредитными каникулами, от которыми мы сегодня с вами говорим. А есть ли какие-то сферы бизнеса, о которых можно сказать, что пока они не пострадали? Ну, пока, на самом деле, мы не слышим о том, что пострадал какой-то крупный бизнес. Как минимум, упоминаний об этом нет. Ну и, наверное, мы можем такой соответствующий вывод по этому поводу сделать. Игорь, а льготный и кредитный период для предпринимателей дается по тем же правилам, что и для физических лиц? В отношении индивидуальных предпринимателей, в отношении представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали, наиболее пострадали в результате пандемии, предусмотрены дополнительные права и требования, которые они могут заявлять. Если потребитель вправе заявить только льготный период и не платить до 6 месяцев очередные платежи, то индивидуальный предприниматель может выбирать либо не платить очередные платежи, либо снизить очередные платежи в течение 6 месяцев до того размера, который для него является приемлемым. При этом, если деятельность относится к перечну более пострадавших отраслей, то как субъекты малого и среднего предпринимательства, так и индивидуальный предприниматель вправе обратиться за реструктуризацией такой задолженности, такого долга. Реструктуризация, соответственно, может предусматривать изменения либо процентной ставки, либо, например, периода срока кредитования. Сегодня уже можно получить целевую суду на выплату зарплаты сотрудникам? Да, на сегодняшний день действует закон, который позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства получить займ, беспроцентный займ на оплату заработной платы сотрудников. Но есть некоторые особенности, внимание к которым весьма серьезное. Так вот, Центральный банк ограничил размер предоставляемого кредита минимальным размером оплаты труда. Иными словами, применяется к определению размера кредита, применяется следующая формула. Количество сотрудников на предприятии умножаем на срок до 6 месяцев и умножаем на минимальный размер оплаты труда, это, по-моему, 12 160 рублей. Больше, чем эта цифра, мы получить не сможем. Законодатель ограничивает заработную плату именно МРОТом. Таким образом, вне зависимости от того, какой реальный доход был у работника до настоящего периода, рассчитывать работодатель на получение большей суммы просто не может. Клиенты в нынешней ситуации предпочитают заказывать товары и услуги онлайн и таким же способом их оплачивать. В связи с этим изменится ли стоимость эквайринга для бизнеса? Да, новым законом также предусмотрена максимальная стоимость услуг по эквайрингу, которая составляет 1%. Но законодатель также определил и период, это с 15 апреля до 30 сентября 2020 года. По истечении этого срока и в отсутствии каких-либо изменений в действующее законодательство, мы вернемся к ставкам, которые имели место быть до пандемии. Игорь, скажите, а как в банк обратиться за предоставлением кредитных каникул в период самоизоляции, когда из дома выходить не рекомендуется? Законодатель предусмотрел дистанционную возможность обращения с таким требованием в банк. В первую очередь, наверное, самый максимально успешный и удобный, это использование электронной почты, либо факции, если такая возможность есть. Но при этом в данном законе даже имеется упоминание о том, что предприниматель может в телефонном режиме обратиться с таким требованием, но только номер телефона должен быть известен банку, либо кредитору, соответственно. Если он сможет определить исходящий звонок от конкретного заемщика, индивидуального предпринимателя, то, соответственно, такое требование будет принято. А что делать, если заемщик обратился в банк за льготным займом по предоставлению кредитных каникул, а кредитор отказывает? И вообще имеют ли кредиторы такое право? Да, конечно, может. Мы с вами уже, наверное, даже упомянули некоторые формальные основания, которые могут лечь в основу отказа, такие как недостаточность дохода. Если кредитор знает о том, какой доход у заемщика был за предыдущий период, например, при введении зарплатного проекта организации, либо какие-то иные формальные основания. Но по общему правилу отсутствие доказательств, которые позволяют установить снижение дохода по отношению к периоду 2019 года, не является основанием для отказа, поскольку 90-дневный срок как раз таки и позволяет предоставить справки, если, например, кредитор не может знать о том, какой доход у заемщика был в прежнем периоде. И более того, кредитор также может не знать, какой средний доход за 2019 год был у заемщика. И в этой связи 90 дней законодатель не устанавливает. Как мне кажется, 90-дневный срок установлен с учетом того периода и установления президентом ни рабочих дней в Российской Федерации, но и возможности получить уже эти документы в спокойном порядке по истечении такого периода. Я думаю, если, конечно, не хочется говорить о том, что вообще могут быть продлены эти нерабочие дни, в том случае, если такой факт все-таки будет иметь место быть, наверняка, и этот срок в законодательстве тоже будет изменен. Игорь, а Вы как юрист, как оцениваете новые экстренные меры поддержки малого и среднего бизнеса, объявленные Владимиром Путиным 8 апреля, я имею в виду отсрочки по налогам и по страховым взносам? На самом деле, действительно, сегодня возник спрос консультации по ряду вопросов, связанным с ведением деятельности организации и, безусловно, невозможность ее осуществления в условиях пандемии. И достаточно часто нам приходится дискутировать с представителями бизнеса на эту тему. Когда мы говорим о возможности предоставления отсрочки каких-либо платежей, конечно, бизнес воспринимает это крайне негативно. Получается, в течение всего этого срочного срока пандемии необходимо собирать денежные средства, и по истечении какого-то периода их все-таки выплачивать. Но если речь идет о льготировании, а президент как раз-таки эти моменты упоминал в том числе, то, безусловно, это приветствуется, потому что это действительно сможет помочь сегодня бизнесу. Игорь, а вот вопрос из вашей адвокатской практики. На сегодняшний день вам, как юристу, с какими обращениями бизнесменов и физлиц приходится сталкиваться чаще всего? Вы знаете, очень высокий спрос в отношении получения льготного периода, о котором мы с вами сегодня говорим в течение всей передачи. Очень высокий спрос. Заемщики обращаются и говорят, и узнают, какой порядок предоставления этого льготного периода, кто может претендовать, каким образом необходимо предоставить доказательства снижения своего дохода, каким образом оформить заявление или требование. В принципе, все вопросы, которые сегодня актуально мы с вами обсуждали, они возникают и возникают, но на самом деле в день по несколько раз. Вместе с тем, кроме льготного кредитования, которое сегодня является доступным, ну, наверное, можно констатировать данный факт, очень острым вопросом является вопрос оплаты аренды для представителей бизнеса, которые арендуют магазины, в том числе в закрытых торговых центрах, в том числе те представители бизнеса, которые вообще не могут осуществлять какую-либо деятельность и находиться в этих помещениях. И здесь, конечно, нам тоже приходится давать целый ряд консультаций. Законодатель на сегодняшний день какие-то исходные данные о необходимости занимать ту или иную позицию и формы приблизительно поведения в отношениях с арендодателем для арендатора предусматривает. Но пока, скажем так, действующих механизмов мы еще не увидели от законодателя, и все, конечно, ждем. Ну и, безусловно, очень актуальный вопрос трудовых отношений, потому что сегодня бизнес, а мелкий бизнес вообще в принципе не может вот просто физически выплачивать заработную плату. В этой связи становится вопрос, а как же правильно оформлять отношения с сотрудниками, если сотрудники тоже понимают, что мы находимся сегодня все в одной лодке и готовы идти на какие-то диалоги. Также часто мы консультируем работодателей о том, а как правильно перевести сотрудника на дистанционную работу. Ведь призыв органов власти дистанционно сегодня в принципе оформлять свои трудовые отношения сам по себе не является основанием такую работу дистанционно выполнять. В этой связи необходимо заключать в каждом случае соглашение о переводе работника на дистанционную работу. И об этом мало кто знает. И средства массовой информации пока с учетом большого объема нововведений эту информацию еще не доводят. Время нашего эфира завершается. И в заключении хочу спросить ваш совет тем, кому уже требуются сегодня кредитные каникулы. Я думаю, что необходимо действительно пользоваться теми возможностями, которые законодатель сегодня предусматривает, но злоупотреблять не нужно. Если вы понимаете, что в течение предусмотренного 90-дневного срока вы не сможете обосновать снижение своего дохода, то необходимо понимать, что отзыв предоставленного льготного периода может испортить вашу кредитную историю, может позволить быть вам подвергнутым дополнительным пением, штрафом. И, собственно говоря, здесь нужно достаточно четко к этому подходить. Более того, необходимо и оценивать возможность на ближайшую перспективу. А нужно ли вам действительно 6 месяцев сегодня запрашивать, либо, может быть, ограничиться пока тремя, четырьмя, либо двумя, в зависимости от ситуации. Хотя, конечно, наверное, в сегодняшней ситуации планировать достаточно сложно. Но, тем не менее, главное не злоупотреблять теми правами, которые сегодня законодатель нам дает. Иначе это может обернуться против потребителей и заемцев. Спасибо, Игорь. Вам удачи в делах. И также добавлю, что на любые вопросы по ситуации в малом и среднем бизнесе можно получить консультацию в новом экстренном центре поддержки предпринимательства. Номер телефона вы сейчас видите на экране. Всем здоровья. До встречи через неделю на телеканале ДОН-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова